Уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Каждый детский хирург, каждый уролог-андролог рано или поздно сталкивается с обсуждаемой проблемой. Актуальность тема не вызывает сомнения, поскольку имеет большую медико-социальную значимость. Цифры статистики, конечно, удручают, поскольку, как уже и было сказано, длительность ишемии более 6-8 часов приводит к атрофии яичка практически в 90% случаев и доходит до 100%. Количество органа, уносящих операций, доходит до 88%. Острые заболевания органов маршонки включают несколько нозологий. Это перекрут гидотида, о котором уже было сказано, воспалительные изменения яичка и предатка, которые могут иметь более серьезные последствия в связи с иногда значительными изменениями паренхемии органов. И мы бы хотели остановиться на такой серьезной патологии, которую уже сегодня обсуждают неоднократно, как перекрут яичка. При кажущейся нам однозначности проблемы имеется целый ряд, с нашей точки зрения, дискуссионных вопросов относительно диагностики и лечебной тактики при перекрутии яичка. В условиях современной клиники стандартом при инструментальной диагностике можно считать ультразвуковой метод. Но, к сожалению, не всегда он бывает доступен и в ночное время, не всегда дает информацию на ранних сроках заболевания. И здесь мы отдаем почтение именно клинико-аномнистическим данным и решаем вопрос об экстренной скрототомии при наличии малейших подозрений на перекрут яичка. Для хирурга всегда очень сложно морально принять решение о необходимости органово-носящей операции. Имеется достаточно признаков нежизнеспособности гонады, но многие из них, к сожалению, являются субъективными. И какой из критериев более-менее достоверен, сказать сложно. Различные данные о фертильности, приводимые авторами о пациентах, перенесших перекрут яичка, также не внушают оптимизма, поскольку по некоторым данным, даже и вне зависимости от удаления или же сохранения пострадавшего яичка. Различные авторы пытаются найти связь атрофии пострадавшего яичка со степенью перекрута семенного канатика, а также с его длительностью. Соответственно, надежда хотя бы на частичную жизнеспособность яичка заставляет порой сохранять полностью некротизированную ткань. При этом не принимаются во внимание такие механизмы, как гематотостикулярный барьер и иммунная изоляция яичка, при нарушении которых возникает риск аутоиммунной агрессии, что подтверждают многие исследования, в том числе упомянутые и в клинических рекомендациях. В случае развития аутоиммунной реакции существует вероятность повреждения сперматогенного эпителия и здорового яичка. Таким образом, правильно расставить знаки в предложении «удалять нельзя» и «оставлять» бывает очень и очень сложно. Многие авторы стремятся к объективизации факта некроза яичка, однако не всегда успешно. Пожалуй, может быть, биопсия могла бы дать более точный ответ о состоянии пострадавшей ткани, но сложно сказать, будет ли она столь точна в экстренной ситуации. До сих пор также остается дискуссионный вопрос о необходимости фиксации контрлатерального яичка в плановом порядке или же при первичной операции. Известны варианты анатомии пороки развития, которые предрасполагают перекруту. Существует высокий риск их билатеральности, что подтверждают и случаи из практики, когда мы наблюдаем перекрут второго яичка, то есть интактного яичка после перенесенного перекрута с другой стороны. С нашей точки зрения фиксировать противоположное яичко все-таки следует для обеспечения сохранения интактной гонады. В послеоперационном периоде не всегда проводится адекватный контроль за состоянием яичка. Нередко ограничивается проведением ультразвукового исследования с оценкой кровотока, но возможно, что для более четкого понимания происходящих процессов имеет смысл и проводить какие-то другие, более современные методы исследования. При этом в связи с наличием интактного яичка довольно сомнительно оценить секреторную функцию пострадавшего. Дискуссионными остаются вопросы о назначении терапии глюкокротикоидами. Иной раз ставится и под сомнение ее необходимость некоторыми авторами. Неоднозначное отношение к блокаде семенного канатика. Мы всегда выполняем ее однократно во время операции. А стоит ли в дальнейшем применять ее при послеоперационной терапии? То же касается назначения антиагрегантов и антикоагулянтов в детской практике. С нашей точки зрения терапия должна быть комплексной. При ее назначении необходимо учитывать все патогенетические звенья. Биохимические, иммунные, реологические. Какие-то индивидуальные для конкретного пациента. В частности антикоагулянты и антигипосанты, которые мы стараемся применять. И последний момент. Возможность сохранения биологического материала при перекруде яичка и орхиоэктомии. Мы таких работ в доступной литературе не встретили, но знаем о ведущихся в этом направлении исследованиях и полученных положительных результатов при других патологиях, сопровождающихся атрофией тестикулярной ткани. Возвращаясь к предыдущим моментам, отметим, что сложно бывает оценить возможное действие антиспермальных антител на интактное яичко, что может повлечь в будущем патоспермию. И возможно, что методики забора биологического материала имеют смысл опробировать и при перекрутии яичка. Это представляется нам как одно из приоритетных направлений для исключения риска инфертильности у таких больных в условиях развития современных технологий. Таким образом, на наших слайдах мы считали не менее 10 знаков вопроса по обсуждаемой теме, совместные решения которых, мы надеемся, приведет к улучшению качества помощи детям с перекрутом яичка. Спасибо, благодарю за внимание.